всем здравствуйте очень рада приветствовать вас на своем канале очень рада приветствует нормально да звучит хорошо сегодня мы с вами будем делать расклад на колоде небо и земля сказать который предложила татьяна называется он крючки прошлого останавливающий меня на моем пути я попробую посмотреть что это за крючки если они и как с ними по взаимодействуя да потому что вот вопросы вообще такие касательно избавиться побороться там либо еще что-то мне они достаточно эти глаголы чужды у меня есть один глагол осознать то есть но когда ты осознаешь не понимаешь именно осознаешь да то есть ты делаешь понимание в купе со знаниями да тебе приходит некая такая осознанность вот когда ты осознаешь что-то да то автоматически этот сценарий выявляется дальше от него не нужно не избавляться не как-то сопротивляться не бороться ничего просто когда он повторично появится в вашей жизни да вы сможете уже просто сменить свою реакцию на данную ситуацию либо на данного человека и вот осознание нам в этом помогает принципе это то что транспорта я на своем канале вот просто такое вступление хотела сказать три позиции 1 2 3 голубенькие красненькие зелененькие камешек тайм-коды всегда у нас есть в описании к раскладу мы с вами приступаем к первой позиции какие крючки именно прошлого останавливают вас на вашем пути какие крючки давайте посмотрим денечки крючки связанные с выстраиванием с построением вашего фундамента до того что вы что-то строите либо заявляете о себе в социуме здесь больше проявления себя как никого мастера да когда вы что-то строите и цепляет здесь то что процессы которые происходят они достаточно медленные то есть не знаете вот не то чтобы вяло текущие а все идет как-то степенно все идет в каком-то своем русле то есть вы иногда возможно вам хочется чтобы что-то быстрее происходило либо здесь может быть даже вот это вот некое такое огорчение о том что мне кажется что ничего не происходит что как будто бы ситуация находится в каком-то ступоре я я не вижу какого-то процесса то есть иногда у вас возникают вот такие ощущения дело в том что что по тройке пентаклей что по аркану умеренности процессы идут но они действительно идут медленно и поступательно то есть скорость здесь она не зависит от того как вы будете действовать она зависит от того что какие-то моменты вашей жизни они должны выстроиться именно таким образом каким должны и частенько есть некий внешний фактор на который вы не можете повлиять вот и поэтому здесь с одной стороны у вас проигрывается то что иногда не хватает терпения это один момент а второй момент здесь появляется какая-то вот негатив как раз таки вот этот вот крючок о том что я не результатов да то есть я я не вижу что что-то развивается и это вас останавливает на вашем пути то есть допустим вы хотите что-то создать да у вас есть некие планы вы начинаете действовать но сталкиваетесь какими-то трудностями да например ну партнер подвел до либо там не вовремя были сделаны какие-то процессы операции вот и это вас иногда огорчает почему потому что вот ну вы бы хотели чтобы это было побыстрее а вы быстрее просто не должно быть и вот иногда вот это вот ощущение что быстро ничего не развивается она вас огорчает вас опускаются руки вот в чем проблема не в самом не времени не в процессе а проблема в том что вы вам не хватает выдержки да вам не хватает терпения для того чтобы им что-то создать знаете вы из той категории по своей сути вы достаточно не то чтобы скороспелы но вы огонек да то есть вы шустрый вас опять-таки нельзя называть что вы в полном движении находитесь да но вы такие вот яркие то есть вы зажигаетесь хотите действовать пока у вас есть этот запал и вот вы хотите что-то создавать на именно на внутренних вот этих вот источниках ресурсах энергии но дело в том что то что вы хотите а ну либо такое вот достаточно масштабное да и ну вот к примеру вы хотите создать тело идеальное тело да для себя здоровая красивая рельефная спортивная и вы понимаете что цель у вас ту который вы заявляете она достаточно большая то есть это не одного месяца работа да и здесь работа должна быть комплексная так вот вы начинаете работать и где-то на 3 уже недели на 4 сдуваетесь почему ну потому что я вкладываю да там я правильно питаюсь правильно отдыхаю занимаясь спортом там в общем все оказалось бы да все компоненты есть я их выполняю а результаты я не получаю здесь вот вас это как раз и огорчает но вопрос не в том что вы не получаете результат а вопрос в том что вы не видите результаты которые вы получаете потому что вас ожидания сразу что через месяц уже должны быть какие-то изменения а изменения идут но они идут внутренние то есть допустим вы мышечный каркас построите но он идет изнутри если есть какой-то лишний вес примеру небольшой жирок да он будет скрывать то есть тело изнутри строится а внешне она пока еще не видно и вот умеренность она всегда говорит о медленных внутренних процессах которые вы не замечаете и здесь самое главное для чего нужно здесь терпение и выдержка для того чтобы продолжить это делать это тот момент когда не видно результата но он есть это вы его пока не видеть то есть он пока еще не проявлен вот в чем причина это один из крючков который вас цепляет еще какие крючки у вас есть есть еще крючки связанные с определенным выбором вашего развития в контексте мировосприятия то есть как вы будете развиваться духовно правильном ли направлении вы двигаетесь теле книги вы читаете с теми людьми ли вы общаетесь здесь сомнения даже не связаны с какими-то понятиями сколько знаете вот это вот внутреннее желание все сделать правильно да то есть не то чтобы здесь страх ошибиться а здесь вот прям очень сильное такое желание да даже может быть иногда цепляние за за то что все должно быть правильно да и здесь вот вообще даже если это не мировосприятие а вопрос правильности он присутствует то есть сложно выбрать путь в чем именно здесь трудность трудность заключается вашем эмоциональном фоне вы по натуре своей человек отшельник человек которому нравится развиваться в одиночку да нравится что-то понимать что-то познавать но вы не одновременно знаете какой-то вот такой чувствительный ранимый человек то есть у меня здесь выпадает в купе с отшельником король кубков говорящий о том что какие-то вот эмоции прошлого да вы очень долго перевариваете и вот с этим скорее всего связана правильность то есть здесь нету вот этой вот легкости и спонтанности вы подходите так достаточно глубоко абсолютно ко всему да то есть здесь нет вот разделения например есть какие-то вещи в которые не знаю может быть философские какие-то моменты до пересмотр жизни такие более глубокие вещи что отшельник что иерофант нам говорят она что да мы можем погружаться для того чтобы что-то исследовать для того чтобы понять здесь дело в том что у вас нету вот это вот переключение что какие-то моменты да нужно ну как как бы так сказать да проскальзывать быстрее да не зависать то есть у вас происходит какие-то вот залипания в эмоциональном плане то есть смотрите парадокс какой-то все что касается становление вас либо вашего мастерства вы хотите все быстро 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 а там все идет медленно а что касается выбора пути вашего собственного развития мировоззрения может быть личных отношений на он там залипать и то есть вы залипаете вы можете прокручивать голове один и тот же сценарий как он долго но разворачивается пересматриваете как надо было вам поступить как возможно надо было другому по человеку поступить что вы сделали правильно вот если бы вы сделали что то есть вот это вот болото эмоциональное да иногда она вас затягивает сразу хочется узнать почему почему у вас эмоционально затягивает блин сразу падает император и императрица знаете вот у вас здесь как будто бы какие-то требования к себе они достаточно завышенные почему потому что все такие серьезные арканы архетипические они у вас выпали то есть император императрица отшельник и верховный жрец здесь только вот мага свероса с жреца не хватает вы слишком требовательны к себе да вот есть вот какие-то идеалы которые вы стремитесь я не могу сказать что это плохо или хорошо это ваша жизнь ваш путь ваш выбор но мы сейчас рассматриваем то что цепляет вас в прошлом и не дает вам двигаться может быть быстрее да может быть какие-то уроки проходить достаточно намного легче намного проще намного быстрее иногда вы можете знаете что делать ну то есть придаете очень много значению тому чему не нужно придавать то есть иногда вы ищете какие-то подвохи ищете какие-то моменты вот которые не нужно искать да то есть они вам у всего есть смысл но иногда этот смысл как мы говорим например чем смысл жизни да да просто жить то есть вы что-то в таком роде да то есть не надо искать того чего нету вот это вот ваша модель так глубоко копать да очень анализировать быть ответственным человеком быть серьезным человеком она иногда вас достаточно усугубляет то есть с другой стороны вот поддерживание никого такого статуса да для людей да как вы не можете расслабиться вы не можете как будто бы себе на людях когда вы в одиночку да вы другой человек либо в очень близкой близкой компании но когда вы находитесь на людях вы как будто бы знаете вот одеваете какую-то другую маску до маску зрелого человека взрослого на именно вот правильного с определенными морали мы да иногда даже догмами как нужно себя вести как правильно как неправильно вот эти вот крючки но здесь крючок времени однозначно есть давайте я посмотрю еще может быть есть еще что то что вас 7 нацепляет свойствия какой еще крючок но вы зависаете в трансформациях очень эмоционально проживаете вы свои изменения вы очень больно вам расставаться отпускать людей из своей жизни да вы долго вот вот долго все идет долго все идет медленно можно было бы проще можно было бы быстрее вы идете к своей цели вы приходите вас с пути и сложно сбить вы знаете вот в этой своей своеобразной медлительности и одновременно некой такой скорости получаете опыт и вот это вот для вас самое ценное то есть с одной стороны это крючки которые вас цепляют и не дают развиваться то есть вы бы могли больше получить опыта в жизни от того чем вы что вы получаете но качество опыта которые вы получаете вот такими темпами своего проект продвижения она намного важнее она намного значимые хорошо давайте мы теперь посмотрим что вам делать я не люблю слово избавиться давайте мы посмотрим что вам делать с этими крючками на что вам делать а здесь вопрос гармонии здесь во-первых гармон вопрос внутренней гармонии самим собой то есть либо вы начинаете себя подгонять давай быстрее давай быстрее здесь ощущение того что вот вы не можете найти некий такой ритм вы для вас весь путь он энергозатратные почему потому что вы идете как будто бы вот в своем темпе а здесь мне показывают то что вот на так знаете как этот серфер надо словить волну и тогда вам сил не нужно прикладывать вы просто будете маневировать да как-то правильно да такое слово то есть ну лавировать вот ссори лавировать его среди этих волна либо вот как птицы они же в своем пикирование находят вот этот вот воздушную вот эту волну все и дальше им они не прикладывают усилия до чтобы крыльями махать они просто вот в поток входят и этот поток их выносит туда куда нужно вот у вас этого нету это вот это вот ощущение до словить свою волну вы как будто бы через тернии к звездам трудно трудно идете да можно проще да а проще у вас не получается почему потому что нету внутренней гармонии есть вот этот вот вы либо вопрос отдачи и принятия он у вас никак не сбалансируется вы либо много отдаете либо вы наоборот идет перекос на принятие здесь вот вам вот это вот нужно выровнять каким образом вы сможете выравнить вопросы принятия и отдачи опять у нас выпадает да то что я говорила верховной жрицы не хватает вода выпала верховная жрица говорящая о том что надо баланс пройти золотую середину знаете самое идеальное было бы что вы научились просто слушать свою интуицию свой внутренний голос почему объясню потому что верховная жрица нам говорит о том что именно внутренние тишине и баланса до человек может хорошо услышать свою интуицию то есть пока есть какие-то шумы пока есть помехи либо внешние либо внутренние человек не слышит свой внутренний голос для того чтобы его услышать ему нужно остановиться и прислушаться так вот баланс к вам придет в том случае если вы научитесь слушать свою интуицию тогда это будет меньше энергозатратно вы скорее всего слушаете почему больше свою голову император отшельник и иерофант у нас достаточно логические да то есть ну рациональные архетипы то есть люди которые размышляют анализируют да что-то созерцают о чем-то думают то здесь вот у нас больше про какие-то мыслительные процессы а вам здесь вот это легкости не хватает больше женственности больше интуиции и риска но риск он должен быть не в плане того что вот не обдуманный давай я это рискну нет а в плане знаете некого такого доверия к себе безусловно если вы только начинаете прислушиваться к своей интуиции вы будете ошибаться потому что вы не знаете этот язык он для вас абсолютно новый так вот вам пару раз как говорится ошибившись вы сможете прислушаться к своей интуиции и тогда вам будет понятнее то есть внутренний голос ваш потому что у вас очень много мудрости да у вас очень много знаний глубины и глубина вас тоже присутствует плюс ко всему у вас есть этот контакт с высшими силами так вот вы почему-то им не пользуетесь так по поводу у крючка движение трансформации но здесь у нас выходит израненный ребенок на здесь у нас выходит человек который хочет помогать другим людям которые может это делать до знает как это делать но при этом свои собственные раны пока не готов излечить здесь человек который держит некую такую дистанцию до чтобы его не поранили ощущение что вот вы как будто бы не проживаете свою жизнь что ли что он здесь мешает борьба постоянная борьба пятерка пендакли постоянная борьба самим собой да все время желание что-то доказать себе да не принять а здесь какие-то вот не знаю обиды ссоры здесь ссора вина обида это те качества что вас останавливают да вы уже давно могли бы эти сценарии проработать почему вы их не ранее проработали мне потому что здесь какая-то есть знаете внутренняя выгода от того что вы себе говорите я не могу здесь вот опять-таки парадокс заключается в том что по натуре по своей вы достаточно ответственный человек по отношению к другим людям а вот по отношению к себе вы абсолютно безответственный человек то есть вы за свою жизнь не берете ответственность за жизнь другого человека вы можете взять за 6 каких-то чужих проектов то есть все что вне вас да все что связанное с вами нет вы почему-то считаете что вот как-то сложно вот вы сопротивляетесь сопротивляетесь жизни сопротивляетесь тому что с вами случается да я не найти какой-то вот привычный сценарий некой борьбы да что вот за все надо бороться все нужно отстаивать усложняете в общем усложняете себе почему вы усложняете себе говорю почему усложнять попадает десятка жезлов да потому что берете на себя очень много обязанностей да то что вы не можете выполнить поэтому вам трудно становится то есть вы не можете унести все этих 10 жезлов зачем вы ее взяли чем вы берете чужие какие-то ненужные здесь не не про то это может быть и вашей семье какая-то ответственность да но можно же все делегировать можно как-то я не знаю попросить вот нет у вас такого качества да попросите помощи вот вы лучше сами почему потому что присутствует контроль так легче когда я все сам на то мне в принципе и требует несколько кроме самого себя а тут еще вот вы достаточно жесткие к себе закрываетесь закрываете я говорил у вас вот этот вот отшельника ну вам сложно взаимодействовать с внешним миром хотя у вас есть полностью потенциал на то чтобы создать самого себя так как вы хотите игры не хватает риска не хватает огня понимаете очень много воздуха здесь очень много воздуха воздух-то стихии которые достаточно холодное воздух и с помощью воздуха до вата может замерзнуть то есть эмоции могут замертвовать отцу на нас появляется лед да некая такая структура которая своего рода тоже превращается меч и да то же превращается воздух она может ранить так вот вам не хватает огня для того чтобы растопить этот лед для того чтобы согреться Вот чего вам не хватает. То есть вам не хватает, проще говоря, эмоций жизни, радости жизни, понимания жизни. Вот, я рассказала касательно крючков, что вам делать, что вам нужно сделать. Жду ваших комментариев. Ощущаю себя, как вы, да, в такой, знаете, спокойно и спокойно говорю. Жду ваших комментариев, да, и предвкушаю, что кто-то, может быть, что-то напишет. Жду, да, такая не очень приятная. А потом думаю, да ладно, что-то такое, такое расслабление. Хорошо. Вторая позиция, красный камешек. Какие у вас здесь крючки из прошлого, которые вас останавливают? И как мы потом с ними поработаем? Какие крючки? Так. Да, у вас действительно есть крючки, потому что вы было два великих аркана. Аркан силы и аркан влюблённых. Второй аркан нам говорит о том, что здесь есть момент оценки, да. Выбор, возможно, тоже вам сложно сделать, как-то вот вообще определиться по жизни. Всё, что связано с выбором, с определением, это даётся достаточно сложно. Причём самое минимальное, это может быть каждодневную, там, я не знаю, какую одежду одеть, да. Либо куда пойти, да, либо какой дорогой пойти. То есть вот такие, знаете, простые бытовые моменты, например, в супермаркете затариваетесь, надо это покупать, не надо, сегодня купить, завтра. То есть вот постоянно какая-то двойственность присутствует, и сложно сделать выбор. Сейчас хочется спросить, почему. Потому что вы боитесь, что вы что-то ценное упустите, да. Потому что вы боитесь, что, не знаю, то ли не пойдёте тем путём, которым нужно. То ли вы боитесь, что что-то ценное упустите для себя. Что ещё здесь за крючок? Я повешенный. Знаете, мне хочется сказать какой-то слабости, да. Я не буду говорить, что здесь вот жертвенности. А мне хочется сказать, что вот иногда вы даёте слабину. Хотя вы по натуре достаточно сильный человек и волевой. Аркан силы, он выпадает, как правило, знаете, на людей достаточно позитивных. Потому что по этому аркану у нас проходят доноры, энергетические доноры. То есть люди, у которых есть потенциал, у которых есть безмерное количество энергии. И им нужно реализовать. Если они её не реализуют, то всегда, чтобы эта энергия не убила вас самих, она должна каким-то образом выйти. И здесь вот прямо лев нарисован. Ну, во-первых, начнём с того, что кто-то может заводить себе домашних животных, да. Почему? Особенно это кошки, которые помогают забирать нереализованную энергию, да. Либо вы становитесь предметом вампирства, да. Когда, условно говоря, вампиры помогают вам с той энергией, которая не потрачена. Поэтому у вас есть вот это вот ощущение некой такой жертвенности. Ну, давайте я уточню. Знаете, здесь по повешенному у нас проходит рыцарь Пендакли. Карта, говорящая достаточно о медленных процессах, которые идут, да. Но вот какая-то рутина, да. С одной стороны, казалось бы, это медленно, а с другой стороны, это как-то надёжно, это спокойно. И вот крючок, о котором я говорила, да, по поводу оценки внутренней, он как раз-таки связан здесь выпал шут. Он как раз-таки связан с тем, что вам сложно сделать первый шаг в том, что вы хотите, да. Либо когда вы, ну, что-то определяетесь для себя с чем-то, с каким-то начинанием. Вот вам вообще по жизни сделать первый шаг достаточно сложно. Вам сложно оставить что-то позади, свой какой-то опыт, да, уже отживший, ненужный, и двинуться в путь. То есть вообще мне кажется, что вот вы как-то вот, ну, достаточно, может быть, этап сейчас такой, да, когда вы достаточно тяжеловесны энергетически. То есть не хватает, знаете, вот какой-то решимости, что ли, спонтанности, не хватает, хочу сказать, некого такого чумачельствия, да, когда, ну, взбрело в голову, давай я сделаю, да. Вот какой-то вот непредсказуемости не хватает. Как маятник, да, маетесь в одну сторону, в другую, определиться сложно. А поскольку сложно определиться, сложно сделать первый шаг, страшно сделать первый шаг. Вот, и вот вы остаетесь на том месте, на котором вы и находились. Но при этом вы понимаете, что вам нужно двинуться дальше, потому что чисто интуитивно вы чувствуете, что вы успускаете какие-то возможности. Но вы зависаете. Сказала про возможности. Вы не представляете, за исключением двух карт из восьми все великие арканы. То есть такие достаточно, знаете, серьезные крючки у вас. Стараюсь уточнить великие арканы, выпадает великий аркан. Великий аркан, великим и уточняем. Не хватает больше вам некой такой, знаете, решимости, да, либо решительности. Когда вы для себя, например, знаете, что вы хотите, но вот принять конечное решение, да, определиться, сказать, что вот я вот это вот, вот все, я это делаю, и пусть будет как будет. У вас такого нету. Вы очень долгое время не можете завершать. Не можете завершать какие-то сценарии. Не идете в новое. Цикличность. То есть у вас какая-то цикличность происходит в сценариях. По поводу, знаете, каких-то ваших возможностей, либо финансов. А потом, когда, возможно, свыше смотрят о том, что вот вы как-то зависли, ни туда, ни сюда, не двигаетесь, тогда чисто, знаете, как-то вот насильственно, да, что-то происходит в вашей жизни. Только так вы понимаете. То есть самостоятельно, как будто бы принять решение, не хватает храбрости, не хватает мужества, да, чтобы что-то сделать. И, ну, долго принимаете какое-то решение. Не факт, что вы его принимаете. Ходите по кругу одно и то же, одно и то же. Потом, когда неожиданно что-то происходит, только тогда вы как будто бы начинаете реагировать. Ну, вот здесь как будто бы такой триггер у вас идет. Вам нужно здесь, говоря о том, как взаимодействовать с этими крючками. Хотя здесь один крючок, которым я рассказала. Вам нужно, знаете, как-то легко уметь по королеве мечей отсекать первое то, что не нужно. А второе, вам не хватает легкости на подъем, да. Здесь, мне кажется, вас останавливает больше страхи. Не то, чтобы вы что-то там просчитываете, рассчитываете, как-то логично подходите к чему-то. Нет. А вот вас как будто бы останавливают страхи. Вам движения не хватает по жизни. Вы боитесь, вы боитесь рискнуть, вы боитесь попробовать. Очень сильно переживаете, эмоционируете. Вот я говорю, и выпадает королева кубков и тройка мечей. Вот вы даже вам самим от этого тяжело порой становится, да, когда, ну, не происходят никакие перемены, да, огорчения, разочарования. Вот вы цепляете за старое. Вы цепляете даже не за старое, а вообще за то, что вам ценно. Вы за это держитесь там прям руками и ногами. Вы не идете легко в новое. Я сейчас не говорю о каких-то действиях. Я сейчас говорю о вашем мировосприятии. Я имею в виду по шестерке мечей, чтобы пойти в новое. Мы здесь не говорим о том, что начинаем что-то с нового листа. Мы говорим о том, что если в шестерке мечей, вы не оставите все эти ваши суждения, которые шесть в данном случае, шесть мечей, шесть непринятых решений, если вы не оставите эти шесть убеждений, шесть сценариев, которые вами управляют, вы не сможете поплыть к новым берегам. Вы не сможете войти в это новое. Почему? Потому что в это новое вы войдете со своими старыми мечами, со своими старыми убеждениями, суждениями. И как результат вы получите тот же самый результат, тот же, что получали и ранее. Хотя кажется, это знаете, когда мы говорим, вот от себя не убежишь. Пока ты себя не поменяешь, куда бы ты ни пошел, ты с собой себя берешь. А если ты берешь с собой себя, то ты берешь вот этот генератор всех этих идей и создание реальности, которая у тебя присутствует. Так вот шестерка мечей нам про это говорит, что вы обращаете внимание не на то, на что нужно. Ну, я имею в виду пятерку кубка, там пятерка кубка была, потому что шестерка мечей. То есть вы обращаете внимание на то, что вы теряете. А вам нужно просто пересмотреть здесь и обращать внимание на то, что вы приобретаете. То есть в каждом действии. Почему? Потому что если вы обращаете внимание на то, что вы утратили, либо то, что у вас забрали, вы включаете свои эмоции, свои переживания, да, и вы залипаете в это болото эмоциональное, и оттуда потом сложно выйти. А вам здесь говорят, вам нужно изменить свой ракурс, изменить свой угол зрения и смотреть, мотивировать себя на то, что вы приобретете, что вы получаете. Не то, что вы утратили и залипаете туда, а посмотреть на ту же самую ситуацию, а что вы приобретете. То есть, знаете, вот эта вот радость, легкость, которой вам не хватает, тройка кубков, да, аркан шута, вот это вот внутреннего доверия, что меня ведут, и если меня ведут, то зачем мне бояться, меня и так приведут туда, куда нужно. Так надо, знаете, вот как-то вот предвкушать вот эту радость, включать, как бы так сказать, вот это любопытство, а что меня ждет впереди. У вас вот этого нету, вы почему-то сразу начинаете думать, ой, боже мой, о том, а что я потеряю, через негатив. Вот вы мыслите через негатив, и в этом, в принципе, да, является вся проблема, у меня выпадает ту спиндакль, то есть вы как будто бы не видите шансов. Отвечая на вопрос, что нужно сделать, вот я вам только что рассказала, что вам нужно сделать. Посмотреть на вещи по другим углам. Повешенный нам говорит, посмотри на ситуацию разумно, потому что он подвешен за правую ногу. То есть когда человек сам принимает решение, остановить какую-то ситуацию, для того, чтобы ее пересмотреть. Так вот упражнение, непосредственно связанное с пересмотром, плюс заключается в том, что мы убираем эмоции, мы не включаемся в процесс пересмотра ситуации, какого-то человека, нашего отношения, вашего прошлого, неважно, что вы пересматриваете. Но в процессе пересмотра мы подходим с холодной логикой к ситуации. То есть мы не включаемся в эмоции, там меня обидели, там меня оскорбили, нет. А мы стараемся посмотреть, а что было за этим. То есть мы стараемся в данной ситуации посмотреть, а чему меня научила эта ситуация, Для чего она мне была дана? То есть делать какие-то выводы и идти дальше, идти в плюс. Замечать, что я хочу, да, я хочу создать это счастье, я хочу создать что-то новое и держать акцент на это, на новое, на легкость, на приятное, а не на то, что я утратила и я теперь от этого хочу уйти. Так нет, это не получится, потому что акцент все равно на то, что вы утратили на негатив. Вот такая вот у нас с вами была вторая позиция. Что ж такое-то, а? Как только делаю расклад, у меня сразу как будто бы это ножевой нос и просыпается и начинает чесаться. Только заканчиваю, и вся эта ситуация заканчивается. А потом меня ругает. Что же вы не можете контролировать? Это не контролируется, это я не знаю как-то, как это получается. Хорошо, это немножко шутка была. Идем в позицию номер три, зелененькому камешку здесь ваши, какие крючки останавливают вас на вашем пути. Ну вот у троек у меня в последнее время почему-то выпадает пятерка пендаклей. Внутреннее ощущение бедности, внутреннее ощущение некого такого кризиса, из которого вы не можете выйти. То есть как будто бы вы ходите по кругу, одно и то же, я не вижу перспектив, я не вижу возможностей, я не вижу... Здесь могут, конечно же, проходить и болезни. То есть болезни, это в принципе у нас психосоматика срабатывает. Здесь ваш крючок связан, выпал ту скобка, здесь ваш крючок связан с тем, что вы как будто бы не чувствуете внутренней наполненности. Да, вот вы не чувствуете, что вы сами являетесь источником всего, что с вами происходит. Головой вы, конечно же, это понимаете, потому что вы мудрые люди, вы это знаете, не впервые слышите. Но это только головой, а вот внутри это ощутить, да, вот некую такой наполненность. У вас нету, то есть нету, может быть сейчас такой момент, когда нету этого ресурса, да, нету вот этого вот ощущения счастья. Здесь у меня кризис проходит, может быть, с теми людьми, которые сейчас прорабатывают свой глубинный страх. По тузу кубков у нас проходит два очень важных страха. Первый это страх одиночества, и второй страх непонимания, да, что я останусь непонятым другими людьми, либо вообще, ну, ситуация какая-то, я в ней, меня не понимаю. То есть здесь по пятерке педаклей, карта бездуховности, она не говорит о том, что у вас отсутствие бездуховности, да. Это карта нищеты. Вы можете быть богатым человеком материально, да, но ваше восприятие мира, она всегда будет через дефицит. Не через изобилие по тузу кубков, а именно через дефицит, что вот мне все время чего-то не хватает. Здесь сразу у меня всплывает момент такой, знаете, некой оценочности. Вы как будто бы сравниваете себя, что ж такое-то сегодня, а? Я прощу прощения, но я не могу это проконтролировать, Дики. Здесь такое ощущение, как будто бы вы себя оцениваете с кем-то, и любая оценка, она всегда, ну, если это касается женщин, она всегда идет в минус. Это у мужчин такая завышенная самооценка, у всех женщин она, как правило, заниженная. Так вот, вы когда себя начинаете сравнивать с кем-то, вы почему-то сравниваете в минус, да. Причем это ваше сугубо личное восприятие мира. Люди, смотрящие на вас, они могут вам даже завидовать, говорить о том, насколько вы являетесь человеком, который может вдохновлять, человеку, которым вы можете порождать какие-то идеи, да, насколько вы талантливые, насколько вы творческие, может быть. Но вот ваше внутреннее ощущение некой пустоты, некого такого внутреннего холода, кризиса, да, здесь проходят какие-то вот иллюзии в контексте убеждений, которые вы обрели давно, но потом вы не стали подвергать эти убеждения, сомнений. И вот вы как будто бы вот что верили ранее, то вы через эту же призму, вы продолжаете верить. Возможно, допустим, когда вы только начинали какой-то профессиональный свой путь, вы верили, что, ну да, я еще не очень хороший мастер. И вот после этого вы уже проучились 150 лет, у вас уже куча сертификатов и опыта, а убеждение осталось то же самое, да, что вот нет, я еще недостаточно профессионален. То есть здесь ощущение того, что вот вы не стоите хорошо на двух ногах. И вот это вот ваше мировосприятие внутреннее через бедность, через дефицит, через недостаток, через то, что вы вкладываетесь больше, вы не получаете. Это ваше внутреннее, сугубо личное, субъективное восприятие болезненное всей ситуации, да, что меня обидели, меня обделили, да, что где-то что-то со мной поступили несправедливо. Это очень, кстати, пятерка педаклей. Все пятерки у нас находятся в сфере, на древо жизни в сфере Гвура, вот, а ей управляет Марс. Так вот, Марс, он достаточно такой жесткий в своих проявлениях, он достаточно такой колючий, огненный и болезненный. И вот пятерка педаклей, она еще и медленная зараза. То есть, мало того, что эти уроки, вот эти вот кризисы внутренние, они происходят и, ну, они вызывают некий такой дискомфорт. Так тут еще они и медленно идут, да, сказать, чтобы они быстро проходили. Почему? Потому что педакли это все-таки ама земли, и она достаточно медленная. И вот здесь сразу к этому крючку я могу сказать, что первое, здесь вам нужно сразу поработать с вашей самооценкой. Самооценка – это понимание, почему вы себя сами обесцениваете, да, почему вы сами себя занижаете, почему у вас нету этой любви. Здесь просто есть какие-то сценарии, которые, знаете, вот они у вас живут, как работает реальность. У нас есть некие такие убеждения, в которые мы верим, а, как говорилось, по вере вашей и воздастся. Так вот, то, во что вы верите, да, вы на этом держите неосознанно фокус внимания. И тем самым посылая энергетические импульсы вовне. Для чего? Для того, чтобы создать ту реальность, да, которая бы соответствовала этому убеждению, и в дальнейшем вы ее будете подкреплять верой. То есть, ну вот, это же случилось, значит, я правильно подумала. Так вот, случилось просто потому, что вы подумали, а не потому, что вы подумали из того, что случилось, да, то есть совсем не наоборот. Наоборот, сначала вы, а потом реальность под вас подстраивается. То есть реальность-то она выдает то, во что вы, по сути, верите. Так вот, если вы немножечко пересмотрите здесь вот эти вот свои сценарии, почему вы себя обесцениваете, да, в чем здесь причина? почему вы не видите источник причем самое интересное что другим людям вы можете показать до другим людям вы можете их поддержать вы можете показать им их ценность да вы можете вкладываться в этих людей эти люди могут достигать успехов они могут вам быть благодарными но вы для себя почему-то обесцениваете какие еще крючки есть выпадает аркан справедливости аркан справедливости вот смотрите опять-таки некий такой курьер скажешь как был и по второй позиции он заключается в том что вы достаточно мудрый человек в плане того что вы понимаете как устроены законы мироздания я не говорю о человеческих законах есть о справедливости я говорю о законах мироздания и когда вы идете в какой-то перекос вы знаете что все должно выравниваться да то есть если вы много смеетесь значит для выравнивания вам будет какие-то моменты где нужно будет поплакать потому что вот справедливость она такая она достаточно жесткая болезненная поэтому в идеале держаться золотой середины что говорится так вот вы с одной стороны и справедливый человек то что я говорила ранее и вы знаете законы мироздания но это только лишь по отношению к другим людям а вот по отношению к себе выпадая здесь принцесса пиндакли то есть паш пиндакли у меня паш пиндакли всегда отыгрывается как ценность себя да как не не как аспект только знаете вот зарождающиеся чего-то да когда человек получает какой-то шанс какую-то возможность да и начинает ее уследовать нет здесь не про это здесь у меня выходит про то что где-то у вас у самих нарушен вот именно вот этот вот баланс самоценности то есть здесь то же самое происходит то есть к другим вы справедливы а к себе несправедливы к себе вы слишком требовательны к себе вы слишком жесткие особенно если это касается отношений то вы можете быть очень резкими по отношению к себе то есть у меня здесь нету какой-то вот такой знаете вот любви что ли к себе снисходительности понимания здесь вот какая-то такая военная дисциплина на мужик сказал мужик сделал при этом вы женщина ну вот сказала выпал король мечей вот вы прям логик логик хорошо какой еще крючок давайте посмотрим кроме тех что я уже озвучила идеализация вот это вот еще одна проблема ваша когда вы идеализируете других людей мне хочется им сказать почему есть вот этого другие и я почему я всегда хуже а другие лучше то есть вы понимаете да то есть когда нету вот этого от равновесия баланса то внешний мир всегда в плюсе а ваш внутренний мир такое а ваш внутренний мир он всегда в минусе и вот это вот баланса до равновесия нету поэтому чем хуже вы себя чувствуете тем лучше вам будет казаться внешний мир вот чем проблема как таковая да почему потому что по звезде у вас все время есть вот это вот некая идеализация вам все время будет выпадает как раз таки сверху рыцаря кубков говорящая о состоянии души да что рыцарь кубков что звезда у меня всегда отыгрывается как состояние души как ваши собственные желания рядом как раз таки с пятерка педагли не реализации не могу реализовать свои собственные желания не могу наполниться мне не хватает ресурсов не хватает веры понимаете веры в самого себя почему по и поэтому я отдаляюсь поэтому я держу знаете король мечей нам еще говорит о некой такой нестабильности хотя мечи у нас всегда говорят про структуру так вот король мечей это огненная часть воздуха это постоянное движение король мечей он никогда не может прийти какой-то вот как одной конкретной цели потому что все время есть что-то что его будет сбивать с пути все время ему что-то новое будет интересно ну то есть начинаю в чем-то разбираться в процессе что-то меня другое зацепило я переключился на что-то другое и вот этот вот момент вы как будто бы не получаете тот результат который вы хотите до чтобы подтвердить свой какой-то внутренний статус и от этого вы начинаете себя ну как-то гнобить начинаете себя ругать вот я не путевая у меня нету никакого результата мысли есть да я умный я вот и правильный я справедливый не ответственный я серьезный я по звезде такой достаточно душевный до человек который видит будущее может его программировать но как-то не получаете тот результат не хватает какой-то стабильности ну почему я уже объяснила на нету веры веры в себя мне хочется спросить что ну да если ясное дело если для того чтобы проработать это да надо понять каким образом сразу возникает вопрос а как мне поработать вот эту вот веру себя да что мне нужно сделать не как избавиться от этого крючка что мне нужно сделать давайте посмотрим что вам нужно сделать четверка мечей двойка пиндакли двойка пиндакли нам все время говорит о каких-то сомнениях переживаниях смотрите опять-таки двойственность с одной стороны у нас идет двойка пиндакли постоянное движение суета не могу невозможность выровняться да опять-таки в контексте справедливости не могу найти баланс вот то есть движение движение постоянная суматоха какая-то а четверка пиндакли нам наоборот говорит о том что я устала я хочу отдохнуть то есть опять-таки нет вот это вот гармонии на между движением и бездействием да то есть действие и бездействие здесь если честно не хватает баланса равновесия нас выпадает король пиндакли не хватает стабильности вот в чем причина что еще что вам мешает вот здесь вот поверить в себя шестерка кубков что-то там связанное с прошлым да и четверка пиндакли утрата утрата какой-то вот былой стабильности почему солнце уточняю солнце спрашивает то есть ну солнце с чем связано это радость это начинание нового либо что еще и здесь у меня выпадает дьявол тройки вы меня возненавидите скоро но у вас постоянно выпадает дьявол что-то вас сдерживает в данном случае здесь сдерживает наше эго да солнце перевернуты что сдерживает стабильности ваше эго и дьявол у нас говорит про наше эго о чем нам говорит наше эго по девятке пиндакли не знаете как будто бы вы цепляетесь за какое-то вот совершенство себя какой идеализация того каким вы должны стать я же говорю вот здесь вот по справедливости у вас требования от себя слишком высокий и так у нас проявляется дьявол как еще здесь проявляется дьявол но вы себя сравниваете видите пятерка жезлов у нас говорит о конкуренции и сразу выпадает девятка мечей страшно то есть вы себя все время ставите на одну планку с другими людьми и начинаете сравнивать причем я не уверена в том что вы сравниваете одинаковые вещи меня такое ощущение что почему-то вы ставите заветно ну то есть заранее себя на ступеньку ниже да то есть вы это знаете но вы почему-то это делаете да здесь вот какая-то вторичная выгода да связанная самооценкой что здесь дьявол нам дает рыцаря жезлов движение движение и двойка мечей как-то вот вы не можете найти решение на здесь проблема с балансом здесь здесь постоянное движение на какое-то вот жесткое знаете вот ощущение от вот в поле здесь о том что вам не хватает мягкости и знаете вот как будто бы не хватает не то чтобы легкости а человечности вот вы как будто бы знаете вот все таки вот у меня энергия до колючая колючая холодная колючая режущаяся может быть сейчас период такой еще раз говорю всегда рассматриваем в контексте здесь и сейчас но здесь вот что-то такое колючая режущаясь кроме того что вот выпадает мечи да и да еще и холод какой-то вот вообще чтобы завести что почему-то мне от у закупков холодно не тепло а холодного какой-то такое состояние души достаточно холодная почему вы сейчас вот такие вот колки что здесь не видите знаете вы как будто бы не видите обратной связи по шестерке пендакли да то есть вы шестерка кстати тоже находится свереть и феррит на столбе равновесия на и она в принципе то уравновешивает очень много сифирот центр прям древо жизни то есть это наша третья чакра проявление нас в социуме вот вы как будто бы не можете найти это равновесие почему вы не можете найти равновесие так уныние скука тоска потому что не идете в новое на по тройке жезлов у нас идет вот ожидание ожидание каких-то я не знаю чего вы ждете каких-то решений до помогу и все никак не не решаетесь почему не решаетесь анализируйте постоянно прошлое думаете о прошлом и все время выходит вот этот ваше мастерство не верите в себя почему вы не верите в себя как мастера потому что хитрить и потому что так вам выгодно потому что в этом заключается ваш самообман где вы себя обманываете в чем вы себя обманываете вот в этой стабильности понимаете вы не идете в новое потому что просто не хочется меняться по четверке жестов вас устраивает все так как она есть на стабильность есть какая-то легкость есть понимание есть праздник в том что вы знаете в том что вы умеете уже а в новое вы не идете а если вы не идете в вы конечно же поэтому вы себя ощущаете не ну то есть и как будто бы нету развития если нету развития то и нету подтверждения ваших результатов вот вам причина что еще здесь дьявол говорит просто хочется посмотреть победитель победитель и туз мечей вот надо принять просто решение и все принять решение и выпадает королева жезлов до принять решение причем королева жезлов самодостаточная же как архетип такой достаточно яркий умеющий достигать всего чего он хочет но при этом все время что-то утаивает все время что-то не показывает все время что-то не договаривай да то есть вот здесь вот этот вот внутреннее какая-то какой-то самообман присутствует да вот есть у вас какой-то сценарий внутренний который вы все никак не можете проработать и пока вы его не проработать я не знаю сейчас что это за сценарий каждого он может быть свой да и вот пока вы не проработаете свой сценарий вы не пойдете будущее вы будете создавать видимость того чтобы что-то делаете для своего прорыва в будущее но факту получается что вы ничего не делаете вы топчетесь на одном и том же месте почему потому что хотите стабильности да и вам не выгодно просто невыгодно да вот есть что-то такое ценное в том что вы никуда не двигайтесь вот в этой стабильности что же тут такого ценного для вас что же есть в этой стабильности вы как будто вы знаете ждете какой-то шанс вот новое начинание и тогда вот все вот что-то отдайте мне на и при этом вы понимаете что с такими мыслями и посылом которые у вас есть да вы сами себе перекрываете путь и новое ничего вам не дадут потому что на языке вы может быть и говорить о том что вы хотите новое но бессознательно вы закрываетесь от него и говорите нет нет я не хочу я не готов здесь сценарий вот такая у нас с вами была третья позиция я извиняюсь кого бесит и раздражает что я нас постоянно чушу но вот это это процесс я не знаю он уже долгое время у меня происходит как только я беру карты в руки это не останавливается это в первую очередь это мне мешает а потом наверное вам вы то можете на меня не смотреть а просто слушать вот а мне работать и постоянно нос чесать это достаточно неприятно я не могу с этим ничего поделать хорошо сейчас опять будет гневливые комментарии но мне уже все равно я вам на самом деле людям которые такое пишет благодарна потому что они так классно меня закаляет что в какой-то и степени уже реакция притупляется да уже нету такого взаимодействия написали ну и хорошо ну и благодарю вас я рада хоть так это что-то пишите я с вами прощаюсь всем пока пока